Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хочу, чтобы вы продолжали так же воспитывать таких же замечательных детей И чтобы у вас все было хорошо Моего первого тренера звали Серова Марина Дольфина Мы с моей сестрой приехали на тренировку довольно рано Так как мы жили, ну, подальше от спортшколы И боялись опоздать И приехали, ну, намного раньше Все, что я помню, что девчонок еще тогда, из девчонки кто не пришел, вот, но в зале уже была Марина Адольфовна, подготавливала все к тренировке, доставала мячи. Я еще всегда помню, интересно, ну, подумала, во сколько она вообще приходит туда. У нас на весь город один тренер, и она набирает сразу много девчонок, там приходит у нее с первого класса до девятого, и каждый день у нее там по четыре тренировки. Это, безусловно, просто невероятная работа, и меня просто всегда восхищало, действительно, вот, на протяжении стольких лет у нее сохраняется преданность и любовь к своему делу. Ну, мне кажется, самое главное, что она вкладывает вот в девчонок, которые у нее сейчас занимаются, что она вложила в меня, это, наверное, понимание того, что очень важно помогать. Наши старшие девчонки вообще всегда помогали нам, мы старались помогать младшим, вот, и, соответственно, ей мы старались помогать, потому что нас было очень много, прям вот очень, а она у нас одна. Ну, конечно же, крепкого здоровья, терпения просто невероятного, чтобы девчонки ей тоже так же помогали, старались, пусть она бережет себя, а мы будем ее беречь. К нам в класс пришел тренер и сказал, а ну-ка, все высокие девчонки, встаньте, это была Наталья Анатольевна Лукашкина. Вот, мы встали, и те, кто отличались ростовыми данными, были приглашены в клуб волейбольных и находчивых. Ой, да она вообще чудесная, просто потрясающая женщина, потому что она умудрялась любить, мне кажется, и дарить эту любовь всем девчонкам, была нам, наверное, как мама. Я и пожелаю классных воспитанников, вот, все, таких, как мы, озорных, веселых, дерзких, и все, не будет классно. Я началась играть в волейбол, когда я была 14 лет, и мой первый номер coach был Драган. В начале я не любил волейбол, но с него, я начался делать больше времени на практике, он привел меня в новый клуб, когда я был 15 лет, и с него я начался профессиональный жизни, не в тот момент, но в этом направлении. Я, конечно, желаю ему все лучшее. Он сейчас работает с молодыми играми, с молодыми селекциями, и очень много успехов, и чтобы быть счастливым. Восемь лет начала заниматься волейболом в городе Новосибирске, и мой первый тренер это Анечка Алексеевна. Мы до сих пор общаемся, удивительная женщина, и я крест на ее дочке. Помню, что просто было много новых девчонок, это, ну, мне повезло, что у нас было много новеньких, то есть, и поэтому мы очень быстро все сдружились, и не было какого-то дискомфорта. Ну, наверное, дружбу, то есть все равно важность коллектива, важность общения в коллективе, я думаю, вот это. Ну, наверное, все равно самое главное – это здоровье. Здоровье всей семье, и это дарит спокойствие, и возможность реализовывать все свои желания, поэтому здоровье и любви. Стэйла Рамос, she was my mom. Since I was little, she was my teacher, she was my first... she was my sports teacher, and then she became my coach. I was very little, I mean, I was basically born into volleyball. My mom plays since she was very young. My older brother played, so when I was born, both of them were playing. So I was basically just, you know, volleyball was always with me. I don't remember the whole thing, I just remember this one thing that I will never forget. And I feel like, also, my two brothers remember this, because they did the same thing when they were with her. So, there was this exercise that she would put us in the corner of two walls, you know, she would put us, like, kind of there. And she would just hit balls at us, so we wouldn't be scared of the ball, you know. And at the moment, you don't like it so much, because you don't like balls coming at you, you know. But at the end of the day, it actually worked, and none of us are scared of balls. I was going to say thank you so much, it wasn't for you, I wouldn't be where I am today. For all the support, everything you made me do, stand in the corner and wait for balls, it all helped me a lot, and, like I said, I wouldn't be here, if it wasn't for you. I want to tell you about my two first trainers, Schneider-Viktor-Judovic and Guli-Alexei-Igorovic. I came to my first training in Surgut when I was 11 years old. First, they gave me the foundation of volleyball, gave me the love to this type of sport, the confidence in myself, that every training is important. Well, I also have a few, I think, my first training is Alfea Fani Lina Mir-Chivchenko. I taught me the lessons, the lessons, the lessons, and the lessons. It was Alfea Fani Lina Afanasev. She teaches us to the children's level, to go further and work with more competent trainers. My first trainer, Alicenia Sodorovna, is a tough person, in this way, то есть она была одним из самых таких жестких детских тренеров, она воспитывала в нас характер, то есть у нас сборы постоянно, мы даже вот девчонками недавно обсуждали, что рассказывать, вот, и я поняла, что у нас по сути один из самых таких требовательных тренеров она была, потому что она мне ассоциируется с криками, я ее, конечно, очень люблю, но она мне реально ассоциируется с криками, с каким-то там недовольством и так далее, но она очень требовательная была, вот, ну, в принципе, как и полагается любому тренеру, если бы не она, я думаю, у нас бы не было такого спортивного боевого характера. Пожелать, наверное, все-таки больше нервов, потому что все дети очень тяжело проходят, скажем так, все возраста, вот, наверное, хочу пожелать больше нервов, больше терпения, конечно, в первую очередь здоровья, потому что время, оно идет, вот, и чтобы просто она всегда была счастлива, и чтобы ее будущее возраста ее радовали, так же, как и мы когда-то. Я пришла на волейбол, мне было тогда 10 лет, и моими первыми тренерами были Галина Михайловна и Антон Николаевича Люлины, супруги. Нас набирали в школе, таких самых, одних из высоких, и мы пришли на тренировку, да, меня это заинтересовало, я продолжила. И кнут, и пряник, все хорошо, да, и, ну, добрые, и в то же время на тренировках не давали слабину. Да, вот Галина Михайловна, мы сначала занимались с ней, она именно научила нас дисциплине, порядку, трудолюбию, а Антон Николаевич уже больше преподал нам основы волейбола и уже привила эту любовь к этому виду спорта. Ну, конечно, я бы хотела сказать спасибо за поддержку, за опыт, который они мне дали, спасибо всем тренерам, с которыми я работала. Можно сказать, что я начинала заниматься еще в Тамбове, но там это сложно было волейболом назвать, это было больше знакомство с мячом, что это такое, подкинуть его. Там тренером была Ташакова Инна Викторовна. В Москве начала заниматься, тренером была сначала Гебешт Ольга Николаевна, потому что по моему возрасту девчонки уехали, и меня к старшим отправили, и там с ней мы начинали уже более серьезные знакомства. А когда девчонки приехали моего возраста, Хрущева, Виктория Леонидовна, с ней мы начали уже полноценно идти в направлении. Нет, у нас было много рассказов, ну, ходило среди девчонок из разных команд, что у кого-то были прям очень жестокие тренеры, которые прям вот такие в ежовых рукавицах и держали. Нет, у нас была приятная женщина, которая могла за дело, конечно, прикрикнуть, но в целом была доброжелательная, светлая, лучезарная женщина. Положительные воспоминания. Всегда вспоминая первого тренера, это одна ситуация у нас была, когда я в 14 лет пришла в волейбол, и в 15 мой первый тренер, Муравский Николай Васильевич, пришел к моим родителям и говорит, есть вот такая команда, куда я бы хотел, чтобы ваша дочь поехала играть. Долгими переговорами он взял, мои родители согласились, он взял меня за руку и отвез в другой город. Для нас, для всех, это шок был, но я считаю, что это его огромная заслуга, то, что я в большом спорте, его огромная заслуга, то, что он привил волейбол, любовь к волейболу, и вот эта ситуация, она всегда вот с теплотой в душе, то есть и с огромным уважением и благодарностью первому тренеру. Тренерам хотелось бы пожелать здоровья, бодрости духа, терпения обязательно, потому что мы порой бываем, ну, немножко вредные. Первым тренером был Замаледдинов Эмиль Шамилович. Замечательный человек, замечательный тренер, всегда жизнерадостный, всегда поддержит, поможет. Ну, думаю, что и в площадке, и в жизни он вложил в меня боевой характер, то есть благодаря ему я сформировалась как спортсмен. Это упорство, желание побеждать заложилось как раз с детства во мне, что сейчас помогает на площадке. Хотела бы пожелать крепкого здоровья, достижения всех поставленных задач и целей, вот, чтобы в его жизни было больше белых полос, чем черных, чтобы всегда было отличное настроение, вот. Обнимаю крепко, вот. Всего самого хорошего. Первый день, нет, не помню уже. Но я помню этот зал, помню тренера, естественно, но какие у меня были ощущения, чувства этого, эмоции мои, я уже не помню. Я просто помню, что потом на все тренировки я бежала, сломя голову. У меня было два тренера детских, это главный наш тренер был Сухова Людмила Владимировна, и помогала ей наш второй тренер Гусева Надежда Николаевна. Но если говорить сейчас о главном тренере, о Людмиле Владимировне, она была такая очень жесткая, требовательная, и я сейчас понимаю уже, что только через вот это упорство она воспитывала действительно великих спортсменов, потому что из Челябинска очень вышло много волейболисток, и, наверное, она воспитывала у нас этот характер, характер победителя. Как она говорила, вы же бойцы, быть бойцами. А второй тренер, Надежда Николаевна, она помогала в тренировочном процессе, но что я помню, очень хорошо у меня осталось в памяти, она всегда нам говорила, помимо спорта, она нас еще учила быть девочками. Она все время говорила, вы же девочки. Поэтому у нас один тренер – это характер и бойцовские качества, а второй тренер, помимо тренировок, это уже такое более личное. Девочки мои. Слова благодарности им будут всю жизнь, потому что они действительно направили в нужный путь, в правильный путь. И они очень много с нами работали, это я все помню, и им большое спасибо. Ну, конечно же, большого здоровья и успехов. Берегите себя, и мы всегда рядом. Моего первого тренера зовут Сафонов Александр Николаевич. Вот так вот. Я, наверное, просто хорошо помню на тот момент, даже не то, как, наверное, мне нужно было выглядеть там перед тренером, а в большей степени это, наверное, общение все-таки с теми пацанами той команды, куда я пришел. Ну, а в дальнейшем, конечно, я бы хотел огромное спасибо сказать этому человеку. Я думаю, парни меня поддержат. Так вот, все мы разбежались, развехались, но огромное спасибо еще раз повторю за то, что он нам дал. И, конечно, Сафонов Александр Николаевич изучили нас не только в любом городе, вы учили нас быть людьми, других уважать, себя уважать. Так вот, и я надеюсь, что, опять же, все эти воспитанники, которые помнят вас, они меня поддержат. Кстати, Николаевич, спор тот. Если вы помните, на ящике коньяка, когда сказали, что я допрыгну до кольца, я допрыгнул, поэтому можете забирать.